Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и речь сегодня пойдет о недельной главе Торы Талдот. В начале нашей недельной главы приводится родословная Ицхака, сына Аврагама. А затем следует пояснение, что Авраам родил Ицхак. Зачем нужен этот повтор, дорогие друзья? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что в Талмуде Баба Митсия 87а рассказывается, что цинники того времени подвергали сомнению отцовства Аврагама, так как у Сары в течение многих лет не было от него ребенка. И она родила Ицхака только после того, как побывала в плену у Авимелих. Поэтому Всевышний и сделал Ицхака похожим на Авраама, как две капли воды, чтобы не возникло ни у кого сомнений в том, что он действительно сын Аврагам. Два предложения с одинаковым смыслом, дорогие друзья, свидетельствуют об этом факте. Нужно также отметить, дорогие друзья, что Авраам символизирует служение Всевышнему с любовью и добротой. В то время, как Ицхак служит образцом страха перед ним и строгость, существует две ступеньки для каждого из этих путей – служения Всевышнего. Скрытый мотив любви к Богу на низшем уровне выражается в желании получать вознаграждение, материальное или духовное. Высшая же любовь свободна, дорогие друзья, от поисков личной выгоды. Она стремится к постижению Бога ради самого Всевышнего. Служение к Богу, начиная с низшего страха, перерастает в низшую форму любви, стремящуюся к высшей любви, в своей наивысшей точке, достигающей благоверного, так сказать, трепета перед Всевышним. Нижняя форма порождает высшую, потому что тот начинает служить Всевышнему по личному расчету. В конце концов, приходит к тому, что делает это ради самого Бога. И это относится к нам. Мы должны служить Богу и с любовью, и со страхом. Ведь Авраам, Ицхак и Яков называются нашими праотцами, праотцами нашего народа. И это значит, что все их потомки унаследовали их качество и обязаны использовать это наследство. Итак, Авраам владел качеством, которое проявлялось в нем в высшей степени. Для ощущения цельности ему был необходим баланс, некий противовес. Им и стал Ицхак. Как и Авраам, Сара была воплощением Гвуры. Ицхак берет в жены женщину, обладательницу противоположного его качеству. Ревка воплощение Хеседа, милосердие. Если даже нить Бицхак кажется прямой противоположностью отцу, и непонятно, как он может стать отцовским продолжением, то с момента, когда он создает свой дом, ситуация кардинально меняется, дорогие друзья. Ицхак женится, когда ему было 40 лет. Гематрия, числовое значение его имени, как мы помним, 208. А 248, числовое значение имени Авраама. 208 плюс 40. Взяв жены Ревку, он становится продолжением отцовского дела. Комментаторы Тора отмечают интересный момент, дорогие друзья. Описывая историю семьи, Тора говорит о сыновьях, а слово сыновья может прочитано быть как строитель. И в этом суть продолжения родов. Истинные сыновья – это строители, продолжатели дела отцов. Они достраивают то, что не успел построить отец. За каждой историей, историей стоит нравственный аспект, имеющий прямое отношение к жизни каждого из нас. Нам легко понять мораль этого толкования. Она заключается в том, что каждый из нас должен служить Всевышнему, всей душой, всем сердцем, соединяя в себе любовь и страх. Толкование из зора учит нас тому, что такая служба нашей души, обличенной в этом мире, вплоть помогает накопить духовные богатства и радости, которые раскроются ей в будущем мире. Если бы все происходило по законам природы, то у Авраама не могло бы быть ребенка. Он и его жена были стары и бесплодны. Поэтому в Торе в Берешит 15.5 сказано, что Всевышний, собираясь сообщить Авраама о том, что у него будет ребенок, вывел его наружу. Мудрецы Шаббат 156а толкуют эту строчку так. Отбрось свои астрологические предсказания, согласно которым Авраам знал, что у него не будет детей. А если бы духовный потенциал развивался как обычно, то есть уменьшаясь, так сказать, в каждом последующем поколении, как говорят об этом наши мудрецы, дорогие друзья, Шаббат 112b. Если первые евреи были сыновями, так сказать, ангелов, то мы сыновья людей и так далее, то Авраам не нуждался бы в завершении в Ицхаке. Ведь это означает, что Ицхак дополнил и завершил службу отца, внес в нее то, чего не хватало Аврааму. Оба толкования, дорогие друзья, раскрывают глубокую мысль о том, что человек способен преодолеть законы естественного бытия не только в духовном, но и в физическом смысле. У Авраама были духовные потомки до Ицхака. Сказано, что плоды праведника это его добрые дела. Это говорит Раше на Берешит 6.9. Итак, рождение Ицхака доказало, что и в физическом мире с Авраамом может произойти чудо. И это сильный аргумент против цинников того поколения. Ведь те считали, что даже если человек способен преодолеть духовные пределы действительности, то в материальном мире все равно правят земные правители. Заявление, что Аввимелех был отцом Ицхака. То, что они имели ввиду. Иными словами, здесь он подчиняется естественным законам. Сделав Ицхака, как две капли воды, похожим на Авраама, Бог доказал всем, всему миру, что Авраам и есть настоящий отец. Он показал, что источником физической силы был Авраам, следуя толкованию зора, душа, а не Аввимелех, дословно правитель мира. Для души нет препятствий ни в самой себе, ни когда она решает превратить свой трепет в действие. Числовое значение имени Авраама, как мы уже сказали, 248. Указывает на материальное. 248 органов в теле человека. Числовое значение имени Ицхака, как мы сказали, 208. Гематрия слов «реях», в переводе на русский язык «запах». Слово «реях» по написанию и звучанию напоминает слово «руах», «дух». И отметим, что все, так сказать, человеческие чувства обоняния считаются самым нематериальным. Приношение благовония было самым возвышенным приношением в Хараме. По предложению Ицхака, Авраама Ицхака, оставив материальную оболочку, должен был подняться к огню к Творцу, умиротворяющим благовонию. С другой стороны, дорогие друзья, как рассказывает Медраж, Ицхак ослеп, обоняя запах приношений идолам, которые совершали жены его сына Эйсава. Это и есть ответ на поставленный нами вопрос. Талдот, праведника, то есть потомки, это его добрые дела. А Авраам родил именно для этого Ицхака свою противоположность и свое единственное продолжение. Поэтому мне, дорогие друзья, очень хочется нам всем пожелать совершать как можно побольше добрых дел. Браха вас лаха, много сил. Будьте здоровы, шалом, ваш Равин Каплан. Благодаря. 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 Благодаря.